Матфея 10, 10 глава 41-42 Кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получает награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашечкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Хочу порассуждать над этим. Что имеется в виду? Есть ли у нас такие примеры? Вы знаете, даже если взглянуть в Ветхий Завет, мы там видим эти примеры, и в Новом Завете видим примеры. Вот возьмем пример с Ильей. Это очень наглядный пример. Вы помните, когда была, как сказать, без дожди, засуха. Когда была засуха. Бог послал Илью к Сарепту. К одной женщине, которая была вдова. И Бог сказал, что я положил ей на сердце, и она будет кормить тебя. И мне хочется прочитать вот этот момент, как вдова встретила его, и насколько она была не готова к этому, но Бог видел ее сердце. Третье царство, 17 глава 9-16. Здесь говорится так. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую. И оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он. И пошел в Сарепту. Речь идет об Илье. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печного. А только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров и пойду. И приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся. Пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, как Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И послушайте, что говорится дальше. И кормилась она, и он, и дом ее несколько временем. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало. По слову Господа, которое он изрек через Илью. Что произошло в сущности? Что мы видим с вами? Это Бог послал Илью к вдове. Послал пророка. У нее ничего не было. У нее была горсть муки и немножечко масла. И все, что она сделала по вере, это приняло пророка во имя пророка. И получила славу пророка. Что это значит? Получила от пророка славу или же пророка то, что Бог приготовил для пророка. Это и есть слава пророка. Это то, что Бог чем благословляет Бог пророка. Написано, кормилась она, и сына кормила, и его кормила, и дом весь кормила. До времени, пока Илья жил с ней, пока не пошел дождь, она имела награду пророка. Потому что Бог заботился об Илье. И так, что, собственно, произошло? Может ли сказать эта вдова, я кормила Илью? Ведь она же готовила, она подавала. Но может ли она так сказать, это я ему давала, это я его кормила? Или все-таки Илья ее кормил? Если бы Бог не послал Илью к ней, что с ней было бы? Что? К чему она готовилась? Она говорила, вот это съедим и умрем. Все, больше ничего нет. Но когда она приняла пророка во имя пророка, получила награду этого пророка. То есть получила то, что принадлежало пророку. Она разделила с ним награду, его награду. Бог кормил его, Бог питал его. Точно так же, как он кормил вначале через ворона. И ворон кормил Илью и сам кормился. Потому что Бог посылал для ворона, и ворон присылал еще и Илье. Можно ли приписать заслугу этой вдове, что она облагодействовала пророка? Могла ли она так подумать? Вы знаете, многие так думают, когда начинают делать кому-то добро, думают, что они сделали. Но забывают, кто дал тебе, чтобы ты смог сделать это. И мы видим с вами, что она была сама благодетельствована Господом, потому что она собиралась умирать. И то, что Бог послал ей Илью, это Божье благословение в ее дом было. Это Бог облагодетельствовал ее. И у нее действительно ни мука не кончалась, и вкушение масло не кончалось, и весь дом питался. Все, что ей надо было, это по вере поступить. Это поверить и принять. И пользоваться наградой. Наградой пророка. И если бы она подумала только о том, что это она благодетельствовала, она бы потеряла все. не только на этой земле, но и там в небе, потому что и там Бог ее почтил. Она богатела не только здесь, но и в Боге богатела. И у нее награда на небе откладывалась. Мы с вами читаем о том в Евангелии, что даже в Евангелии она упомянута. как вдова, которая была избрана из всех других вдов. Наверное, за свое сердечко открытое, доброе и верующее. И она видела, видела это, что вот эти чудеса происходили в ее доме. И когда он ушел, когда начался дождь, у нее это прекратилось, теперь ей надо было самой заполнять эту катку мукой. Это один из примеров. Как действует сила Божья и как действует Слово Бога, которое он потом уже даже через Иисуса прямо сказал. И это всегда действовало. Это закон, это Божье правило. Иисус просто его озвучил, что так происходит всегда, когда человек открывает свои двери для Господа. Он получает от Господа благодать. Бог умеет отплачивать благодатью. И мудр тот, кто не присваивает это себе, а понимает и прославляет Господа. Понимая, что Бог его облагодетельствовал тем, что он просто принял праведника во имя праведника пророка во имя пророка. Даже сказано одного из малых божьих служителей получает награду. Это Божье правило. Бог так всегда действует. Мы должны это уже с вами видеть и знать. И кто себе это приписывает, все теряет. Мне очень хочется, чтобы мы с вами видели, как действие Бога происходит в нашей жизни, когда мы открываем свои сердца для Него. Я хочу увидеть, как Бог работает в нашей жизни, когда мы открываем сердце для Его. в глазах Божьих человек, который открывает для него, для бедного, для нищего, для того, который пришел как посланник, он открывает для Господа двери. Но, к сожалению, некоторые умеют сказать, ты мне должен, потому что я тебя принимал. Ты мне должен, потому что я тебе когда-то давал, когда-то помогал. Нет, тогда отдай долг Богу, потому что Бог тебе это дал, чтобы ты благословлял. Если человек думает о себе так, что он кормил, он ошибается, потому что в первую очередь тебя кормил Господь. Нельзя этого забывать. И ничего не присваивать. Это получается, что присваивает славу Бога себе. Что ты имел человек, что не дал бы тебе Господь? Надо это понимать и помнить, что всякий, кто себя возвышает, унижен будет. а унижающий себя возвысится. Мы с вами видим много примеров. Вот возьмем пример с Лаваном. Лаван. Когда к нему пришел Яков, что произошло интересно? Когда Лаван взял его к себе в дом, он начал пользоваться его благами. Бог стал благословлять Лаваном. Посмотрите, Бытие 30, 27. Как Лаван сам своими устами сказал. И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение предачами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Он годами получал благословение только благодаря тому, что Ияков жил у него в доме. Потому что Бог благословлял Якова и благословлял то, где он жил и благословлял того, кто его принял. Но Лаван неправильно этим пользовался. Он обижал Якова. Он, можно сказать, обворовывал его. То есть он принимал эти блага и брал к себе, а Яков удавал чуть-чуть. И посмотрите, Яков решил уйти. Бытие 30-29-30. И сказал ему Яков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. господь благословлял тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома». И мы с вами знаем, что когда он ушел, Лаван потерял очень много. то, что было дано ему из-за Якова было потеряно, потому что он не понял. Потому что он неправильно этим воспользовался. Он потерял награду праведника Якова. А посмотрите про Иосифа. Мы много примеров видим. Когда Иосифа принял в дом Патифар, что произошло с домом Патифара? Говорится, что он стал процветать благодаря Иосифу. Он принял Иосифа. Вот посмотрите Бытие 39.5. Говорится, из того времени, как он поставил его над домом своим и над домом и над всем, что имел. Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Ради Иосифа. Бог благословил дом египтянина. И было благословение Господня на всем, что имел он и дом и в поле. Вот как действует интересно сила Божья. Его помазание его благословение. Он просто принял. Принял правильно, принял хорошо вначале. И получил благословение. Понимал ли Патифар это? Или Патифар думал, что он облагодействовал Иосифа? Может, так и подумал. Но мы с вами видим, куда бы ни приходил Иосиф, есть ли его принимали, хоть сам фараон. Египет процветал. Где праведника принимают во имя праведника. Где пророка принимают во имя пророка. Получают награду праведника или же пророка. И Патифар это получил. И фараон получил. Мы с вами видим, вся земля под конец принадлежала фараону. Настолько благословен был Иосиф. Иосиф, не фараон, фараон пользовался этим благом. Еще один пример мы увидим насчет Ковчега Завета. Я зачитаю вам это место. Второе царство 6, 11, 12. И оставался Ковчег Господин в доме Авидара. Гефианина три месяца. И слушайте, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради Ковчега Божьего, то пошел Давид и с торжеством перенес Ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Кто был благословен? Ковчег Господень, что там стоял, или же Авидар? Бог благословил дом Авидара, потому что Он принял. Когда принимаем Господа, когда принимаем от Господа, кого бы Бог не послал, мы принимаем благословение, мы принимаем то помазание, которое есть на том человеке, которого мы приняли. Так действует Слово Бога. И так исполняются слова Иисуса, которые Он сказал. Это правило, небесное правило. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Это Иисус сказал. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только чашею холодной воды, во имя ученика. Истинно говорю вам, не потерять награды свои. И в наше время продолжается то же самое, ничего не изменилось. Бог тот же самый. Я хочу рассказать вам этот случай, потому что он очень наглядный, который я лично знаю. такой был у нас брат замечательный Николай Сафран. Он скрывался от властей, потому что проповедовал Евангелие, тогда был Советский Союз, были гонимы. И одна семья принимала его. Он у них скрывался. Даже эту семью называли Вороновы, не потому что это была их фамилия. Это было духовное имя, как ворон кормил Илью. И как дова Сарепта кормила Илью, вот так же они кормили его. И вы знаете, они тоже свидетельствовали чудеса, что картофель в их подвале в ведре никогда не кончался. Они оттуда просто брали мисками. И кормились всей семьей. И не только картофель. Все у них было, хотя они не были богаты. И это не единственный случай. Я думаю, что таких случаев многие знают, которые вот так открыто были для Господа. Сколько имели такое переживание в своей жизни. когда Господь благословлял благословляющих. Вы знаете, это великое благословение принимать того, кого посылает Бог. Хочется сказать, во имя Господа. Во имя Господа принимаешь фактически самого Бога, когда принимаешь Божьих посланников. Когда их поддержишь, все Евангелие говорит об этом. Бог награждает благословением тех, кто почитает Его. А почитать Его можно в почтении к Его посланникам. Когда мы участвуем в нуждах святых, мы благословляем Бога. Не теряешь ничего. Ты приобретаешь. Римлянам 12-13 говорится, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Ревнуйте. Вы представляете, надо ревновать по Господу, оказывается, ревновать потому, чтобы принимать страноприимцев. Евреям 13-2 Странолюбие не забывайте. Ибо через Него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ангел — это посланник. Это необязательно с неба, хотя и он может прийти. И кого в таком случае почтили? Посланника Божьего, Ангела Божья. Они сделали одолжение кому? Ангелу? Я думаю, нет. Это ангел сделал одолжение, что пришел в твой дом. Господь позволил тебе вот так послужить Ему. Господь так увидел тебя, как ту вдову в Сарепте. И доверил тебе, и прислал к тебе, чтобы ты помог, чтобы ты поучаствовал в этой славе. Как интересно. Вы видели, когда Иисус сказал про овец и козлов? Он говорил, когда я был наг, вы не одели меня. Когда я был голоден, вы не накормили меня. Да, потому что не видели великого царя. Великий царь не постучал в их двери во всем своем, во всей своей красе, одеянии царском. Кто бы не принял, кто бы не дал. Но в твоей двери стучится тот, который не очень красиво выглядит. Когда к тебе просится тот, который не кажется тебе таким знатным. Трудно протянуть руку. Вы знаете, я хочу рассказать вам такой случай, который я слышала в молодости еще. В одном из сел, в одном селе. Это были верующие люди там жили. И пришел однажды туда странник. Ночью, холодной ночью, осенней. И постучал в двери к одному человеку, который уже готовился садиться и покушать. Когда он открыл дверь, он увидел этого странника не очень приглядным видом. Не очень чистого, не очень хорошо одетого. И конечно первое впечатление было и первое желание закрыть двери, иди. Но сердце почему-то сказал впустить его. Он его впустил. Пришлось поделиться своим ужином, потому что он готовил только для себя, он был одинок. Попросился на ночлег. переночевал у него утром, надеялся, что будет уходить. И когда странник начал собираться, сказал ему, дай мне денег немного, у меня нет денег с собой. Тот подумал, подумал, ну ладно, отдам, пусть уходит с миром. Дал то, что у него было. Тот стал, подошел к вешалке, посмотрел на обувь и говорит, дай мне твои ботинки. Притом на новые показал, не на старые. А то, говорит, у меня совсем попортились. Ну конечно, жалко ему было. Но подумал, ладно, отдам ему эти ботинки. Отдал. А он ему говорит, дай и курточку твою кожаную. В сердце он подумал, ну наглец. Не попросил рабочую куртку. Попросил кожаную. А в сердце что-то говорит, да дай ты ему куртку. Дал он ему эту куртку. А он говорит, слушай, проводи меня немножко через ваши огороды, я боюсь заблудиться. он подумал, да провожу, чтоб только ушел. И пошел. Вышли они за калитку, пошли огородами. Странник шел немножечко отступя. И он шел, говорил, с ним говорил, вдруг слышит, вроде как никто не идет сзади. Остановился, повернулся, а никого нет. и лежит его обувь. Сверху лежит курточка, на курточке деньги. Он встал на колени, прославил Господа и покаялся за все мысли. Взял это и побежал к своему другу. И стал рассказывать ему, ты представляешь, что случилось со мной вчера, сегодня. Тот тоже был верующим. схватился за голову и говорит, ты знаешь, а ведь он постучал в мою дверь, а я ему сказал, иди отсюда. Он прогнал ангела. Представляете, как можно прогнать и Господа, когда не ожидаешь, что Он пришел к тебе вот в таком виде. да, надо научиться открывать сердце для Господа. Надо научиться открываться для Господа. Ты никогда не знаешь, когда Господь к тебе постучит дверь, но сердце пусть тебе подсказывает. Ты никогда не знаешь, когда Господь скажет, дай мне, но меня это последнее, дай мне. Вот протянешь с верой, что Господь тебя не оставит. Вот о них Он и говорит, это овцы. Это те овцы, это не те козлы, которые ждали царя увидеть, чтобы протянуть руку. Это те овечки, которые не видя великое царственное величие, давали, одевали, кормили, делились. Они не потеряли свои награды. Они никогда не потеряют свои награды, ни здесь, на земле, ни на небе. Так действует сила Божья. Но если бы они видели, тогда бы мы помогли, если бы мы знали. А сердце не говорит. Как когда Иисус шел вместе с двумя учениками, уже воскресший, как он сказал, просто говорил о Писании, а тебе горело сердце. Вот сердечко наше должно гореть. Мы должны узнавать в братьях и в сестрах нашего Господа. Мы должны узнавать в их личиках, мы должны узнавать сердце. Если мы не узнаем, мы можем потерять награду. Мы можем услышать, что отойдите от меня. Потому что вы ничего для меня не сделали. Я нуждался. Господь ими нуждался. Вы если хотите что-то дать Господу, кому вы дадите? Как вы дадите Господу? Казалось бы, что я могу сделать для Бога? Что я могу ему дать? Когда ты даешь что-то одному из малых всех, ты даешь Господу, ему займы. И он никогда не оставляет быть должным, должником, никогда не остается. Он всегда воздает. Поэтому богатейте добрыми делами. Богатейте. Сердечки свои открывайте для Господа. Двери свои открывайте для Господа. Пусть всегда будут для вас открыты, у вас открыты двери для добрых дел. потому что вы никогда не знаете, как Бог испытает вас. Когда в ваши двери постучится ангел, когда Господь пошлет к вам, чтобы вы протянули руку и благословили Господа. Я вас на это тоже благословляю, на добрые дела, потому что без добрых дел ваша вера пустая. Но помните, что те, которые благословляли Господа, благословили сами себя, потому что Бог никогда не оставляет благословляющих и рука дающая не оскудевает. Пусть ваши сердечки будут такими. Когда я читаю Евангелие, я вижу, сколько Павел учил делать добрые дела, давать, кормить, одевать, делиться. Павел все время учил, фактически учил любить, фактически учил, вот так надо любить Господа, вот так надо любить Бога в делах ваших, иначе вера мертвая. И я вас благословляю так любить Господа, чтобы всегда слышать, где Он хотел бы вашу помощь, где Он хотел бы, чтобы вы откликнулись, чтобы когда Он постучит в вашу дверь, не оказалась бы дверь закрытой. Будьте благословенны. Давайте с вами помолимся. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»